Каждый человек, получающий помимо заработной платы еще какую-либо прибыль, обязан подумать о том, что нужно заплатить налоги в казну государства. Но прежде следует предоставить декларацию о годовом доходе. Сроки подачи неизменны уже который год, с января по 1 марта. Не стоит откладывать дело в долгий ящик и надеяться на русская авось. Платить все равно придется, а значит, лучше это сделать заранее. Тем более, что дни приема в налоговых инспекциях в этот период будут увеличены. На сегодняшний день у нас принято около 80 деклараций. То есть физические лица уже продумывают во избежание очередей приходить сейчас и подавать декларации. Потому что уже к концу декларируемого периода будут, конечно, идти все и будут очереди. Не забудьте о том, что если вы в 2013 году осуществили продажу двух и более автомобилей, отчитаться в инспекции вы обязаны так же, как и в том случае, если как участник долевого строительства вы получили возврат взносов. Есть и другие категории граждан, которые должны задуматься о предоставлении налоговой декларации. Обязаны ее предоставить физические лица, получившие доход, в частности, от продажи более одного легкового автомобиля в течение календарного года, одного автомобиля, общая масса которого превышает 3,5 тонны, и число сидячих мест, помимо сидения водителя, превышает 8. А также физические лица, получившие в результате дарения более 33 миллионов 100 тысяч белорусских рублей в течение декларируемого периода от всех источников. Для убыстрения и упрощения процедуры отчета в Беларуси введена система электронного декларирования. А консультации по порядку заполнения и предоставления налоговых деклараций можно получить в налоговом органе по месту жительства. Телефон для предварительной консультации в Московской налоговой инспекции города Бреста 42 61 49.